В райцентре в рамках госпрограммы ведется строительство дорог. На эти цели были выделены 50 миллионов тенге, а это асфальтирование улиц Ауэль-Сыздек и Алии Молдогуловой. Также начаты ремонтные работы в школах сел Майшакор, Харайеган и Хоргалжин. На средства, выделенные в рамках антикризисных мер, создаются новые рабочие места, что, несомненно, поддерживает социальное развитие региона. В 2020 году было выделено 464 миллиона тенге. На 5 проектов в рамках дорожной карты занятости. В настоящее время заключены договоры с подрядчиками. 117 человек должны быть трудоустроены в рамках дорожной карты занятости, 60 из них через центры занятости. Детский сад Балауса является одним из учебных заведений, реконструируемых по государственной программе. На проект выделено 20 миллионов тенге. Ремонтные работы начались, качество работ контролируется. Детский сад был построен в 1992 году. Здесь работают 44 человека. Есть места на 140 детей. 19 миллионов 835 тысяч тенге было выделено на ремонт. В 2020 году 17 жителей Кургалжинского района получат государственные гранты в размере 20-ти месячных расчетных показателей для начала бизнеса. В настоящее время начатый онлайн-курс обучения. Приоритет будет отдан многодетным семьям, получающим адресную социальную помощь. Салтанат Уралбекова, мать 8 детей, открыла собственный бизнес в рамках программы. Предпринимательница прошла обучение и начала свой бизнес. Мне нравится эта работа. После окончания обучения я сначала работала на небольшие заказы, на 1500 тенге. Сейчас уже клиентская база сформирована. Льготные кредиты будут предоставлены жителям региона, которые намерены начать бизнес в рамках государственной программы развития продуктивной занятости массового предпринимательства на 2017-21 годы. В настоящее время в ее рамках обучается 21 человек. Медов Кокши Ахпарат.